Яны ни разу не были в Беларуси, але за короткий час наша краина стала для их родной. Менавито тут семья за Азербайджан, дякуючи неабуяковым гомельчанам, отшукала могилу родного человека, який загинул на нашей земле под час Великой Ачинной войны. 75 годов чеканья и 2,5 тысячи километров, які разделяют Баку и Гомель. Светками коронального момента у День Великой Перамоги стали наши корреспонденты. Коли Джавид Аскеров написал в социальных сетках, что марить найти место гибели своего прадеда, червона армейца Гаміда Абдул-Рагимова, ни на что особливо не сподевался. Безліч водгу, каус пропанула Абдапамозе, який ее натремал литерально одразу, его вельми уразили. Его прадед зник без весток у 1943 годе на территории Угомельской области. Я всего лишь один раз написал в интернете, что я хочу найти, помогите люди добрые. И сразу же, вы не поверите, за полчаса я получил столько писем навалом, что все хотят помочь, все куда-то направляют, все хотят помочь. Благодаря нашим товарищам, друзьям из Белоруссии, они помогли нам, конкретно помогли, потому что я сам не поверил, когда сказали, что есть такие документы, и есть вера, что вы найдете их. Лист с Баку крану многих необаяковых людей. За справу одразу взялись опушуковики. И наскрупулезно доследовали боевые журналы. Высветлилось, что бойцы 39-го стрелкового полка на дату гибели Гамиды Абдул-Рагимова находились в районе Боровой под Гомелем. Эту версию пропрацовали разом с удельниками клуба «Понсовая парусы» Гомельского кадетского училища. Знойденные известки отправили родному Баку. Абдул-Рагимов Гамид Самид Аглы в 43-м году в октябре месяце в составе 4-й стрелковой дивизии 11-й армии участвовал в освобождении города Гомеля. Несколько раз наши войска пытались форсировать реку Сож, но они, к сожалению, не увенчались успехом. И только, как вы знаете, 26 ноября нам все-таки удалось освобождить город от немцев. После вот этих боев, азибаржанский боец Абдул-Рагимов, он пропал без вести. Скорее всего, что утонул в реке, видимо, поэтому не могли его найти. И он считался как без вести пропавшим. Версия оказалась оподсвержена архивными документами. Семья Абдул-Рагимова звернулась у Гомельский райваканкам с просьбой увековешить имя бойца, вызволителя Беларуси, на одном из мемороялов. У День Великой Перамоги подчас урошистых амитингов у Малявнишем Месце, у Рожища Боровая отбылась церемония ушанования памяти у всех похованных тут солдат, и особенно Гамида Самеда Абдул-Рагимова. Великий праздник для всего человечества. Праздник, который отмечает почти весь мир освобождение от фашизма. И вот наша поездка привлечена к этой взятии. Я весьма благодарен всем тем, которые кропотливо, очень упорно искали эти архивные документы вашим землякам, конечно. Это еще раз подтверждает человечность и дружбу между нашими народами, белорусским и азербайджанским народом, которые с каждым годом процветают. У нас есть очень большие эти связи, парадские связи. Я еще раз благодарю всех и вас тоже, что вы так активно участвуете в этой церемонии. Дарыша Гамид Самед Абдул-Рагимов был наставником, имею бронь, якая вызволяла его от войскового обовязку. И он отмовился от яйца и доброохотно пошел на войну. Он не смог застаться у Баку, коли его сябры, суседи и родные отправились на фронт. Такими же достойными людьми стали и его нашатки. У День Великой Перамоги я на Упершню вступили на Гомельскую землю. И пообязали наведывать место похования своего протка в будущем. А беларусам подяковали за ширую и неоценную допомогу.